приветствую вас в очередном уроке видео курса анимация с нуля в adobe h-animate меня зовут федор васильев и в этой серии уроков мы с вами будем создавать мини сайты вот пример мини сайта который я сделал для урока как бы имеется три странички вот такая вот анимированные кнопочки при наведении над ними всплывают название кнопочек да я для примера контента взял свои видеокурсы тот самый видео как мы с вами уже проходили внедрять а в анимацию до с ютуба здесь информация например об авторе обо мне социальной кнопочки ведущие на социальной сети где я есть вот есть title прописала картинки для при наведении вот любой текст можно написать будет для любой картинки причем видео проигрывает тут все его смотрите если я например загружаю страницу выезжают блоки выскакивают социальные кнопочки такие сайты обычно делают например сайт например визитка вот если перейдем на вторую кнопочку меняется контент нижней часть сайта анимируется вновь меняется текст тут имеется вид тоже видео плеер второй мой курс и третью кнопку для примера сделал как контакты до поняв вот эту конструкцию после прохождения данной серии видео уроков вы сможете сотворить потрясающие мини сайты другого дизайна там не знаю другие какие-то анимационные эффекты поняв вот эту структуру которую мы будем рассматривать в этих уроках также если в уроке вам плохо видно пример вы можете перейти вот по этому сайту то есть я сейчас вам провожу демонстрацию не в просмотре из программы а это уже я выложил в интернет как мини сайт у него есть свой адрес дома на имя сейчас вы видите на экранах просто перейдите по этому адресу и посмотрите как выглядит у вас давайте откроем программа adobe h-animate и начнем работать вот так вот выглядит изнутри исходник моего сайта если у вас после прохождения данной серии видео уроков что-то не получится вы всегда сможете в папке с уроком найти исходник вот этого сайта открыть свои adobe h-animate и посмотреть как там все устроено а сейчас создаем новый проект 1000 на 970 и давайте начнем папки с уроком для начала вытянем некоторые материалы кнопочки и пока выстроим их тут так у нас имеется задний фон он вот такой самый большой можно его вытянуть до размеров нашего холста это у нас где-то в середине так это примерно вот так эту часть заходит у нас на белую часть поэтому мы ее снижаем она у нас снизу будет выезжать как бы вот так втыкаться да так расположим кнопочки также все кнопочки выделяем задний фон сразу ставим замочек чтобы нам не мешал и давайте их на самый верх так теперь выстроим оранжевые кнопочки тут надо нам немножко их повернуть я уже подробно тут не останавливаюсь просто беру нужный инструмент дойдя до этих уроков вы уже должны понимать примерно что я делаю и вот так вот стрелочкой если мышка не получается подогнать да стрелка на клавиатуре подгоняется ровно значит если здесь все нормально выделяем следующую также смотрим надо еще наверно повернуть чуть-чуть так теперь эту кнопочку вот так ким вот образом подгоняем примерно так давайте посмотрим исходник они у нас ближе да так скорее всего вот этот задний белая стенка вот это вот где у нас контент основной она у нас скорее всего здесь не суть как блоки там будет выстроен можете левее правее главное вот есть пример главное чтобы у вас все работал да чтоб вы поняли суть так более-менее набросали так и вот сейчас давайте прежде чем что-то делать дальше нужно с вами поговорить о очень важном моменте когда вы делаете не просто какую-то анимацию а делайте целый сайт программе adobe chanimate да есть такая тут есть такое понятие резиновость адаптация вот выделяем наш стейч и у нас есть тут такие две настройки вот если по умолчанию мы сейчас нажмем контур enter то наш сайт вытягивается во всю ширину браузера вот такой огромный он увеличен и не в реальном размере как наши детали здесь заготовлены да сейчас вы поймете к чему я клоню смотрите есть такие тут чекбоксы то есть вот эти квадратики где можно ставить галочки да вот ставим у первого квадратика чекбокс и появляется список горизонтальный вертикальный и вот еще одно третье третья позиция да посмотрите если мы только ставим галочку опять нажимаем контур enter то сайт наш выравнивать как бы по горизонтали если в вертикал по вертикали да но вот если мы вставим вот здесь еще галочку давайте рассмотрим все три пункта давайте первый вуаля видите что произошло сайт во первых он оцентрован во вторых он в реальном размере и смотрите что здесь есть я сейчас буду браузер свой уменьшать и смотреть что происходит ничего не происходит он немножко доходит до края и браузер сжимает то есть сейчас резиновости так сказать нет возвращаемся в программу теперь выбираем второй пункт обновляем страницу у нас сайт явно больше то есть он увеличен здесь вы должны понимать и смотрите что происходит видно что сайт имеет некую адаптацию то есть при это нужно для того что например вот у человека вот такой маленький экран и он все равно хорошо увидит ваш сайт целиком то есть вы вот здесь должны вот это понимать здесь просто я все зависит от вашего сайта делайте вы большой в ширину например 1920 не вопрос делайте его но потом обязательно вот здесь программе подстройте поиграйте браузер посмотрите как лучше смотрится можно взять вот этот пункт обновляем тоже оцентрован посередине в этом случае тоже он видите как бы имеет некую адаптацию вот это важный момент перед публикацией сайта когда он у вас будет готов в интернете обязательно вы должны вот здесь вот посмотреть как лучше он у вас будет смотреться все зависит от еще от размеров изначально какой вы хотите делать сайт то есть у меня вот эти детали это примерно где-то меньше тысячи вот этот холст наш 1000 по ширине пикселей а сам сайт 900 где-то 60 то есть он уже будет смотреться на самых маленьких монитор компьютера да то есть мы сейчас не говорим о мобильной версии или планшетный мы сейчас говорим именно об адаптации то есть под маленькие мониторы на компьютерах так что вот здесь вот обязательно проверяйте смотрите как лучше здесь определились сразу вот выложили каркас сайта определили здесь а потом уже начинаете там что-то анимировать добавлять текст картинки какие-то вот таким вот образом да в моем рабочем примере у меня выставлено вот так горизонтал и третье последняя позиция так что давайте здесь у нас тоже и выставим и давайте сейчас приступим к анимации кнопочек заключаем каждую кнопку в символ людовца так и называем кнопка 1 все старайтесь писать латинскими буквами русские буквы здесь даже не пустят кнопка 1 кнопка 1 конвертус символ кнопка 2 и кнопка 3 в примере вы можете заметить при наведении на кнопку есть и звук такой маленький писк есть некое свечение да и у нас еще и текст поднимается над кнопкой да потом опускается давайте сделаем заходе внутрь символа первой кнопки а и у нас еще при появлении когда сайт только загружается первый раз у конечного пользователя у нас кнопочки немножко как бы сверху падают поэтому мы ее немножко двигаем наверх включаем анимацию какой нибудь выбираем эффект советую начинать не сначала немножко отступать вот и стрелка двигаем чтобы наша кнопочка как будто бы упала вот таким вот образом и после каждой анимации мы с вами помним что надо ставить стоп далее мы берем эллипс рисуем небольшой круг это будет наше свечение переносим его ниже картинки картинку пока заблокируем чтобы она не мешала нам значит выбираем лучшее ей положение дальше отключаем анимацию наш круг даже надо вот уменьшить таким вот образом делаем ему прозрачность полную теперь идем вот сюда вот здесь shadow и переключатель кликаем и здесь играемся двигаем настройки вот видите у меня свечение серое кликаем здесь по квадратику и выбираем оранжевый цвет что-то вот такое видно что сейчас у меня светится да он можете им поиграться у меня это слишком наверное много смотря в предпросмотр если вас устраивает сильный такой свечение но мне кажется это многовато и немножко наш эллипс надо подружать чтобы не было его видно вот немножко убавляем counter-enter вот наш кнопочка падает и видно вот там свечение такое хотя у меня в примере намного мощнее ну тут уже все зависит как бы по вашему вкусу да вот этот блюр этот размытость вот этот второй параметр это вот этот вот радиус а вы видите он так что здесь уже смотрите на ваше усмотрение рядом вот есть второй квадратик это внутреннее то есть это внутреннее свечение да это снаружи это внутри снаружи думаю здесь вам все понятно в общем оставляем так это свечение у нас происходит только при наведении мыши да поэтому что мы делаем мы ставим ползунок в нулевой кадр ставим выделяем эллипс ставим ему здесь off а вот здесь чуть подальше от где стоит триггер стоп ну и вот тут включаем напротив сразу ставим лейбл например один и чуть дальше ставим стоп также чтобы дальше анимация не играла то есть она то есть мы что сделаем у нас кнопка появится так вот она скачет сверху до появилась то есть как только человек наведет на нее кнопку мы скажем этой кнопке при наведении проиграй с первого лейбла то есть отсюда тут как раз идет у нас включение нашего свечения и получится а при отведении мышки от кнопки мы скажем иди в ноль там у нас стоит стоп да то есть сейчас вы все увидите как это делается и так же здесь у нас еще имеется звук так же в папке с уроком давайте найдем звук один и тот же звук у нас используется на трех кнопках поэтому из символа выходим и перебрасываем в общий стейч наш музыкальный файл можно его перетянуть в самый низ чтобы он нам не мешал здесь мы нажимаем правой кнопкой мыши и копии заходим в первую кнопку здесь вставить так же и можно в самый низ переместить так же двигаем ползунок на первый вот этот наш лейбл потому что при наведении играет у нас первого лейбла соответственно звук должен тут же проиграться выделяем наш вот здесь вот только что добавленный трек и вот здесь вот по плюсику и play стоп можно прям наконец поставить у нас короткий звук так и нам осталось с вами только добавить текст который вот здесь у нас над кнопкой да вот курс 1 вот такой вот текст здесь такая ситуация что здесь не получилось сделать в одном символе вот то что я реализовал и здесь я использую вложенность символ внутри символа за счет такой конструкции у меня получилось добиться того что я хотел поэтому мы здесь прямо кликаем вот на наш символ выбираем текст и пишем любое название вашей кнопки да пишем его вот так вот выделяем здесь я пока так же напишу курс 1 также у нас там был цвет оранжевый здесь вот можно выбрать жирность и можно выбрать какой-нибудь шрифт здесь не важно так можно сразу его он у нас тоже имеет такой наклон чтобы ровно с кнопочкой да это лишнего не забудьте перед такой манипуляцией выключить всю анимацию иначе вас тут на прописывается ключевых кадров и запутать только вас вот немножко ее двигаем в центр да чтобы она была она у нас будет выскакивать поэтому мы ее сюда двигаем все вы написали теперь правой кнопкой мыши по тексту и конверту символ мы еще с вами такого не делали у нас символ внутри символа получается его можно двигать перемещать даже надо за картинку мы сейчас переместили за вот эту оранжевую кнопку чтобы когда он выскакивал его не было видно да в начале как сейчас вот заходим внутрь нашего символа чтобы он на сам не выскакивал мы в самом начале сначала ставим ему стоп отступаем ставим анимацию у меня там эффект выбран bounce вот двигаем ползунок наша кнопочка немножко выскочила можно немножко отступить чтобы текст чуть позже вылетел да и просто выделяем наш текст и мышкой двигаем его до такого до какого вы хотите чтобы оно выскочил вот я примерно двигаю вот таким образом отключаем анимацию он у нас все равно немножко не по центру при выключенной анимации двигаем вот не выключил я сразу ключевой кадр нарисовался и смотрим вот более-менее нормально то есть это все происходит при появлении да здесь стоп нам не нужен как раз таки это же все происходит при появлении сайта да извиняюсь за свою ошибку поэтому просто выделяем триггер удаляем здесь чтобы она в начале в самом не светилась будет полезно выставить off а вот здесь в начале анимации мы включаем ее он вот все кнопка появилась выскочила в конце стоп и counter enter сейчас давайте посмотрим что у нас происходит обновляем страницу у нас все замечательно кнопочка как бы падает немножко при загрузке страницы сверху вниз и выскакивает слово курс но он немножко высоковато нежели в примере там и текста жирнее другой шрифт здесь это не суть вот у нас кнопка появилась ну и теперь давайте сделаем чтобы происходило действие при наведении мы выходим вот кликаем по стейч из всех символов выделяем здесь кнопка 1 напротив кликаем и выбираем события mouse over то есть при наведении если забыли напоминаю какой код там нужно указать опять заходим символ нам нужно сказать играть с первого лейбла да и мы выбираем playback play stage и у нас есть три символа три кнопки выбираем первую у вас появится вот такой потом список потому что у нас есть еще вложенный символ 1 да мы все равно кликаем по кнопку 1 вот здесь два раза чтобы вот здесь в скобках у вас была кнопка 1 да и уже обычная процедура на английской раскладке ставим кавычки и 1 контур enter и смотрим я навожу у нас подсвечивается и проигрывается звук если вы все правильно за мной сделали у вас должно быть то же самое и если я отвожу ничего не происходит сейчас мы наложим событие при отводе мышки из кнопки да и заодно мы сразу с вами выделяем все три кнопки и ставим пальчик чтобы при наведении был палец у нас так опять выделяем первую кнопку кликаем напротив нее а теперь мы кликаем по плюсику и выбираем маус аут то есть когда мышка уходит с кнопки и мы говорим playback стоп стейч кнопка 1 и кнопка 1 мы ставим здесь 0 идем стоп на нулевой кадр да и вот я уже сам допустил да ошибку смотрите при наведении у нас исчезает свечение но у нас кнопка дергается наверх то есть такого быть не должно почему я тут немножко ошибся смотрите мы идем мы идем в кнопку заходим в кнопку 1 и можно это сделать так смотрите вот этот триггер у нас это же стоп так мы когда сказали иди на 0 то есть он начинает играть смотрите я двигаю ползунок и видите вот здесь вот наша кнопка поднимается то есть он отсюда проиграл на 0 а на 0 это у нас кнопка наверху я надеюсь вот это понятный момент нам нужно вот до этой анимации до нее как-то сделать чтобы вот вот включается свечение и тут оно отключается вот видите я ползунок двигаю отключается включается отключается и вот что здесь можно сделать значит мы просто ползунок ставим напротив триггера стоп и выбираем тут лейбл например 2 выходим из символа заходим в кнопку 1 выбираем маус аут и вместо 0 мы говорим играй лейбл 2 а на лейбле 2 у нас стоп и смотрите что у нас происходит видим да все все происходит нормально я навожу мышь у нас светится проигрывает звук я убираю мышь свечение исчезает итак наша кнопка почти готова нам осталось сделать так чтобы при наведении мыши слово курс 1 немножко поднимался еще а при отводе она возвращалась в исходное положение да заходим в символ кнопка 1 заходим в символ 1 то есть в наш вложенный символ доходим вот ползунком до последнего стопа двигаем ползунок чуть дальше включаем всю анимацию можете поставить здесь bounce как у меня делаем значит анимацию выделяем наш текст и двигаем еще чуть чуть выше настолько насколько вы хотите чтобы она еще поднималась то есть с нуля вы понимаете отсюда она не проиграет да вместе вот с этой первой анимации потому что мы сказали здесь стоп здесь на начальной анимации мы поставим лейбл 3 будьте внимательны когда у вас много уже элементов много кнопок смотрите чтобы у вас лейблы не были одинаковые хотя по моему программа она даже не пустит одинаковые лейблы я точно не знаю но следите за этим иначе у вас произойдет где-то ошибка вы потом не поймете в чем дело то есть у меня 1 2 лейбл есть я ставлю 3 мне только удобней можно ставить латинские буквы или целые слова или предложение как хотите здесь итак в конце анимации мы ставим еще один лейбл 4 сейчас поймете зачем и еще чуть дальше мы ставим стоп чтоб дальше у нас ничего никуда не играло значит с лейбла 3 мы скажем при наведении проиграй-ка отсюда наш текст поднимется а при событии отведения мы скажем с четвертого лейбла а проиграй-ка ее обратно она проиграет а тут у нас стоп и должно все получиться выходим на стейдж итак идем кнопка кнопка 1 напротив кликаем выбираем вкладку mouse over кликаем playback play stage кнопка 1 и вот выбираем сейчас наш символ там где у нас вложенный символ да кликаем по нему и мы имеем вот такую строчку да значит кнопка 1 и дальше идет get символ в скобках символ 1 то есть это вложенный символ да и вот тут та же где play в скобочках мы ставим играя стройки давайте обновим страницу и посмотрим смотрите оп я навел обратную мы еще не поставили поэтому она играет у нас сначала да когда я навожу заново но самое главное видите да получается у нас и теперь давайте наложим событие на mouse out когда мышка уходит с кнопки да playback а теперь мы выбираем выбираем с вами кнопку play reverse то есть играй обратно потом stage кнопка 1 и символ 1 и у нас получается вот здесь написано играй обратно и мы ставим играй обратно с четвертого лейбла давайте ctrl enter смотрим у нас все замечательно получилось текст уехал обратно видно да звук работает все работает все замечательно итак вам домашнее задание на вторую и третью кнопку сделать то же самое только сменить название вместо курса 1 там другие названия нет смысла вам показывать то же самое потому что вторая и третья кнопка сделана абсолютно так же как сейчас мы с вами сделали первую абсолютно поэтому для закрепления информации смотрим урок делаем самостоятельно вторую и третью кнопку если что-то забыли смотрим еще раз урок и то же самое применяем к второй и третьей кнопке и увидимся в следующем уроке и 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